Показали класс на московском паркете. Ансамбль танцевально-спортивного клуба «Дансфилл» завоевал серебро и бронзу первенства России. На такой серьезный турнир ребята ездили впервые. Шесть пар, как одна большая семья, собрались и показали достойный результат. Мы были очень рады поучаствовать в таком мероприятии. Вы ожидали результат такой? Нет, мы думали будет хуже, но мы выложились, когда выступали из последних сил, все постарались. И получился хороший результат. Ребята танцевали на одном паркете с действующими чемпионами мира, которые выступали во взрослой категории. Ансамбль из Копейска показывал программу в категории юниоры. Ребята выросли в своем уровне танцевания, мне кажется, на 100%. И для них это были такие первые серьезные соревнования такого уровня. Конечно, они очень сильно переживали, волновались, боялись, потому что все-таки там были такие матерые исполнители, реально чемпионы. В блоке ансамблей «Формейшн» танцоры показывали две программы – европейскую и латиноамериканскую. «Формейшн» – это очень зрелищный и захватывающий вид спортивных танцев. Это слияние красок и ритмов, шикарные костюмы и различные настроения. В европейской программе – это медленный вальс, танго, венский вальс, фокстрот, квикстеп, латиноамериканская – это самба, ча-ча-ча, румба, пасадобль, джайв. Мы все это называем? Мы все. То есть программа «Формейшн» в себя включает композицию, которая длится 6 минут, в которой включены все 5 танцев, которые мы обязаны показать в этой программе. Плюс это должно быть синхронное выступление, оценивается постановка, оцениваются костюмы, как ребята держатся на паркете, как они могут себя подать, преподнести, какие эмоции они могут показать в ходе выступления. Это все включено в оценку программы «Формейшн». В составе ансамбля выступала пара, которая за несколько дней до Москвы завоевала золото на первенстве Тюменской области. Ксения Борисова и Евгений Пушкарев уже не раз выступали на ответственных соревнованиях, таких как «Сочи Open Championship» и «Russian Open». На этих значимых турнирах пара показывала высокий результат, а первое место в Тюмени дало Ксении и Евгению не только еще одну значимую победу, но и звание кандидатов мастера спорта. Мы сначала не ожидали, мы не знали то, что мы получим КМС, но когда мы узнали, мы очень были рады, неожиданно, и даже этому не поверили поначалу. Мы стояли на награждении, не зная, что мы первые. Это была для нас большая неожиданность. И тут называют шестое, пятое, четвертое, третье, второе, и тут остались одни мы. Мы очень были рады, мы даже обнимались от счастья, просто был предел. Мы очень были рады. Потом, когда мы вышли из паркета, подошли к нашему руководителю, он нас поздравил и сказал, что теперь мы сдали норматив на КМС. Эта пара достойно выступает уже далеко не первый раз. А вот ансамбль танцевально-спортивного клуба «Дэнсфилл» появился не так давно и сейчас показал свой первый результат на уровне страны. Вообще, на самом деле, коллективов сейчас очень мало. То есть, сами понимаете, в таком возрасте люди, когда дошли до такого уровня, очень сложно закрепиться, потому что начинается подготовка к университету и все прочее. Поэтому, честно, мы очень довольны, что мы собрали хотя бы шесть пар. Мы очень ищем еще две пары, поэтому все желающие, кто хочет присоединиться, еще очень бы хотелось обратиться к спонсорам. Хочется какой-то еще поддержки извне, чтобы не только наши родители, которые так любят своих детей, но еще и сильные мира сего люди оказали содействие. Следующее соревнование, в котором коллектив примет участие, а также станет организатором – это Кубок Южного Урала. На масштабном всероссийском турнире танцоры «Дэнсфилл» выступят в индивидуальном зачете. Продолжение следует...